Даже у кого плохие зубы, им будет легко есть это печенье, потому что оно просто рассыпается во рту. Оно просто тает. Получается 600 грамм печенья. Вот такая целая миска. Для этого теста нужна пачка хорошего сливочного масла. От этого будет зависеть вкус готового печенья. У меня масло замороженное из морозилки, поэтому я его оставлю на несколько часов на столе, чтобы оно подтаяло. Для того, чтобы масло быстрее растаяло, я его ставлю на огонь буквально на 1 минуту. Вот у меня масло растаяло. К растопленному маслу добавляю 120 грамм сахарной пудры. У меня сахарная пудра уже со вкусом ванили. Добавляю и сразу перемешиваю. Вот таким образом. Всё очень хорошо смешивается, не надо ни миксера, ничего. Вот, всё отлично, всё прекрасно смешивается. Обязательно нужно посолить по вкусу. Немного соли. И вбиваю 2 куриных яйца. Перемешиваю до однородности. Вот, посмотрите, как получается. Никаких комков нет. Всё вручную. Долго можно не взбивать. Что я делаю дальше? Добавляю 450 грамм муки. Обычной белой пшеничной. И смешиваю её с домашним разрыхлителем. Ссылочку на этот разрыхлитель я оставлю в описании под этим видео. Размешиваю муку и разрыхлитель. Осталось соединить яично-масляную смесь и муку с разрыхлителем. Добавляю муку за 2-3 раза. Каждый раз перемешиваю. Вот, размешала первый заход. Добавляю ещё муки. И так постепенно высыпаю всю муку. Я беру 450 грамм муки. Но можно брать немножко больше. Вы смотрите по консистенции, какое получается тесто. Обычно я беру 450 грамм, добавляю. А потом уже, когда замешиваю тесто, если смотрю, что нужно добавить муки, добавляю ещё. Я добавила последнюю порцию муки. И у меня уже лопаткой вымешивать не получается. Поэтому я вымешиваю руками. Получается вот такое приятное на ощупь тесто. Оно очень нежное, очень мягкое. К рукам не прилипает. Но я хранить его в холодильнике не советую. То есть, если вы тесто сделали, значит, нужно его сейчас же использовать. Если его положить в холодильник, так как оно на масле, на масляной основе, оно просто задубеет и будет твёрдое. Вы с него потом ничего не сможете вылепить. Не раскатать его будет невозможно. То есть, его нужно будет ждать, пока оно оттает. И то оно неизвестно, как потом получится. Так что лучше готовить сразу. Вот какое красивое тесто получается. Оно не липнет к рукам. С ним очень легко работать. Я из такого теста делаю печенье. Но можно из него делать что-то другое. Посмотрите в интернете, что с песочного теста можно делать ещё. Раскатываю. Вот я кусочек взяла от теста. Вот от теста взяла кусочек. Теперь раскатываю его с помощью скалки. Муку не надо подсыпать. Оно и так хорошо раскатывается. Раскатываю я его не сильно тонко и не сильно толсто. Ну, вот так, чтобы удобно было сделать из него печенье и потом это печенье выложить на противень. Вот примерно вот такая толщина, сколько здесь. Вот у меня целый набор всяких таких разных штучек для печенья. Всё, теперь осталось самое простое. Сделать печенье. Лишнее тесто убираю и приклеиваю его к основному тесту. Противень застилаю пергаментной бумагой и выпекаю в хорошо разогретой духовке до 200 градусов Цельсия. 10-15 минут. Смотрите по своей духовке, как выпекает духовка. Есть духовки, которые больше выпекают, быстрее, сильнее. Есть духовки, которые более-менее слабее. Моя духовка где-то минут 10 выпекает это печенье. Пока печенье выпекается, раскатываю тесто, делаю следующую порцию. Посмотрите, какое оно нежное и в то же время хрустящее. Даже у кого плохие зубы, им будет легко есть это печенье, потому что оно просто рассыпается во рту. Оно просто тает. Получается 600 грамм печенья. Вот такая целая миска. Жду, когда остынет и перекладываю в пакет или коробку и затем храню в шкафчике. Нам такого печенья хватает на 3-4 дня. К чаю всегда есть перекус. Это очень удобно. За 3 дня оно не черствеет и вкус остаётся как будто только из духовки. Можно сделать по-другому. Например, вырезать стаканом побольше кружочки, а на них каплю варенья и взбитый белок запечь и получается очень вкусное пирожное. А вот что ещё можно готовить из песочного теста, напишите в комментариях, кто знает. Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, если кто-то ещё не подписан. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч! Всем пока!